МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Орешек знать я тёрт, но всё же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал -"Хочу всё знать". Ох, какая увлекательная книга! Как просто и ясно изложена! Сложные слова это слова, имеющие в своём составе не менее двух полнозначных основ, образующих структурно-семантическое единство. Ох, удивительно! Например, пароход, самолёт, или вот, самосвал. Что это? А? Ну, это каждому понятно. Самосвал сам везёт груз, и сам его сваливает там, где нужно. В больших карьерах, где добывают уголь, железную руду, работают большие самосвалы. У такого великана каждая деталь огромного размера. Мощный двигатель с генератором, целая электростанция на колёсах. И у каждого колеса свой электромотор. Зачем это самосвал? А как же иначе заставишь вертеться такое громадное колесо? Гигантские у самосвала детали. И каждая должна работать очень надёжно. Собирают такие автомобили в Белоруссии. Белорусский автомобильный завод. БелАЗ. Делают на заводе разные БелАЗы. От малютки, которая может взять в кузов только 27 тонн. До самого-самого большого, 180-тонного самосвала. Вот он какой. Вот ещё любопытное, сложно сочинённое слово. Попробуйте соединить дерево со словом «измеряю». По-гречески, пожалуйста. Правильно! Дендрометрия! Сколько лет этому дереву? Наверное, много. Ну, а точнее. Легче всего узнать его возраст по годовым кольцам. Но для этого дерева надо спилить. С ёлочкой просто. Сколько этажей веток, столько ей и лет. Можно отличить старую берёзу от молодой по коре. Но точно определить по коре, сколько дереву лет, нельзя. И вот что придумали учёные. Сначала измеряется толщина дерева. Это делается для того, чтобы точно пробуравить дерево до середины ствола. Бурав выбирается очень тонкой. Так что до конца лета место укола успевает зарасти. Ну, а потом, рассмотрев под микроскопом тоненький стерженёк, или как поправит нас мудрая сова, тоненький керн, можно будет сосчитать годовые слои и узнать, как долго живёт это дерево. Как долго живёт этот лес. О, какое элегантное слово! И как красиво звучит! Ли-но-гра-вю-ра! Лина, линолеум, гравюра. Рисунок на полу? Конечно же нет. Рисунок с помощью линолеума. Так будет правильнее. Сначала художник просто рисует на листе линолеума. Затем вырезает по этим линиям первую заготовку. На мягком линолеуме и резать нетрудно, и краска на него ровно ложится. Значит, отпечаток на бумаге получится хороший. Такой способ создания гравюр появился в начале века. Важно рассчитать, что и каким цветом напечатать на бумаге раньше. Снова художник берётся за резец, чтобы подготовить тот же лист линолеума для второй краски. И так можно делать несколько раз. На листе линолеума не осталось, как говорят, живого места. Зато все цвета, все узоры отпечатались в готовую линогравюру. И, наконец, ещё одно сложное слово из этой удивительной книги. Сеноставки. Кто это кричит? Птичка? Похоже. Но... Вот, оказывается, кто кричит. Вот кто собирает в стажки высушенные на солнце веточки и траву. Вот она, сеноставка. Этот зверёк живёт на земле, может быть, со времён динозавров. Из-за того, что пищит он совсем по-птичьи, его ещё называют пищухой. Пищуха-сеноставка очень любопытна и очень пуглива. Но пока всё вокруг спокойно, она любит посидеть вот так на солнышке, подумать о чём-нибудь своём. Пищуха-мама выводит пять-шесть детёнышей, которые уже через десять дней после рождения, как только у них откроются глаза, начинают совсем по-взрослому есть траву. И даже помогают маме заготавливать сено на зиму. Так кто же она, пищуха-сеноставка? Мышь? Ну где же тогда её длинный хвост? И почему мордочка у неё так похожа на заячью, хотя уж покороче? Да потому что пищуха и заяц – близкие родственники. У нас водятся разные виды пищух-сеноставок – степные, даурские, горные, альпийские. И называют их по-разному – пескун, сенокоска, каменная кошка. Но всё это – симпатичные, трудолюбивые зверки одного отряда – зайцеобразных. Конечно, твои дети, ещё не всё на свете. И это очень грустно, приходится признать. Но было бы, но было бы желание, придут к тебе, придут к тебе и знания за это вам вручаются. Журнал «Хочу всё знать». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!